Почти на 400 миллионов рублей увеличился общий объем доходов Сургутского района по итогам текущего года. Народные избранники на заседаниях депутатских комиссий рассмотрели и проект решения по распределению дополнительных средств. Все подробности у Оксаны Ярославцевой. Доходная часть казны Сургутского района выросла за счет увеличения налоговых сборов, субвенций и субсидий. Экономия бюджетных средств составила 37 миллионов. Внесены изменения в расходную часть. В частности, средства направлены на выплату единовременной материальной помощи при выходе на пенсию, на премирование и оплату стоимости проезда к месту отдыха работникам образовательных учреждений Сургутского района также было приобретено медицинское оборудование для Федоровской городской больницы. Итого, расходная часть бюджета увеличивается в 2012 году на 393 миллиона 380,2 тысячи рублей и составит 10 миллиардов 308 миллионов. Заключение экспертов контрольно-счетной палаты Сургутского района по изменениям в бюджете положительное. ...не противоречит бюджетному законодательству и дополнительные расходы, обеспеченные дополнительным поступлением в бюджет Сургутского района. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предложило внести изменения в решение о дополнительных мерах соцподдержки добровольных пожарных дружин. Убираем компенсацию расходов, затраченных на медицинскую комиссию и личное страхование граждан и добавляем данные средства в размере 5 тысяч в строку единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч. Механизм компенсационных выплат пока недостаточно отработан, а единовременные 15 тысяч перекроют расходы и на медкомиссию, и на страхование добровольных пожарных. Сумма компенсации в поселениях может быть больше или меньше на усмотрение местной администрации. Остается нерешенным вопрос законности действий пожарных добровольцев. Напомню, сейчас на осуществление этой деятельности требуется лицензия. Прорабатывать с отругом, чтобы снимать эту напряженность, потому что люди выходят и берут на себя ответственность. И тот же Сургутнефтегаз, и тот же «Газпром» людей давали, технику давали, но они, по сути дела, нарушали законодательство. Следующее заседание депутатских комиссий состоится 21 ноября. В частности, депутаты рассмотрят результаты работы Комитета архитектуры и градостроительства и план приватизации муниципального имущества.